Приветствую вас. Давайте разберём ваши вопросы. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, что вам пришлось тяжело. И вы, конечно, большая молодец, что помогли ребенку. Вот, я всю историю, естественно, не знаю, но думаю, что вы молодец в любом случае. Вам тяжело и вы, что важно, вот как-то, мне кажется, к себе, ну, достаточно пренебрежительно. Собственно, злость это именно про, если это именно злость, это именно про это. Именно про необходимость оградить немножко себя от ребенка, для которого в определенный промежуток времени вы, вероятно, стали делать слишком много. для которого вы, вероятно, в определенный промежуток времени. Стали давать весь свой ресурс, все свои силы, вот, всю свою энергию. А это очень вебрано, особенно если этой энергией, да, если ее не так, чтобы прям много. И вам нужно начать, мне кажется, с того, чтобы признать факт того, что вы злитесь, вы злитесь на своего, то она, ну, на ребенку, не на своего ребенка, брат, на ребенку вы злитесь. Мне кажется, это нужно племя. А, тем быстрее племя тем лучше будет и проще вам, ну, будет. Самое, ну, легче, легче будет, легче будет вам действовать дальше. Сейчас вы с собой боретесь. Вот. А, соответственно, если вы признаете, и если позволите этой злости быть, у вас, а на этом же есть вопрос с ней, потому что вы боретесь, вот, то ситуация может нормализоваться. Со временем мы, со временем вы сможете научиться с этой злости управляться, но не раньше, чем тогда, когда признаете ее, вот, потому что до тех пор, пока вы ее не признаете, а вы не сможете с ней, по большому счету, вообще ничего делать, вот, и не сможете ее выражать никак, не сможете относиться к ней никак, потому что ее не должно быть, вот. Нет, так-то она, конечно, есть, так, она есть, но ее быть не должно. Казалось бы, да, противоречия какую-то. Нет, нет, не противоречия, совсем даже, совсем даже наоборот. Я, например, очень часто сталкиваюсь, вот, как раз, с этой позицией, что люди, ну, отрицают, условно говоря, свои чувства, отрицают свои эмоции, свои переживания относительно того, что с ним происходит. Только потому, что так нельзя, только потому, что это неправильно, только потому, что это, ну, аморально, например, как-то и так далее. Вот, мне кажется, что вы идете сейчас примерно по тому же пути, и мне бы не хотелось, чтобы это был ваш путь, вот. Вот, потому что таким образом вы сами это понимаете, вы обоцениваете то, что сделали для ребенка. Вот, вы обоценили то, что для него сделали. Косвенно, как мне кажется, нам еще один важный момент указывает то, что вы говорите о том, что ребенок учится во втором классе. Вы говорите, что учится хорошо. Не могу здесь не обратить внимание на то, что по моим ощущениям, по моим ощущениям, как будто бы для вас важнее всего его учеба. Не его психологическое состояние, а его учеба, за которую вы берете на себя ответственность. Мягко говоря, это не лучшая идея. Почему? Потому что вы на себя слишком много ответственности берете, а вы с ними не справляете. Ну, вообще, это нормально, что человек не справляется с ответственностью, если он ее берет слишком много. Но, как бы, является злость, как чувство, сигнализирующее о том, что нужно как-то отграничить себя от другого человека. То есть это, как бы, нормальный, ну, нормальный абсолютно. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь только на то, что вы вот постараетесь услышать мою мысль. Что, возможно, пора дать ребенку определенную свободу в его действиях, но в то же время показать ответственность за его жизнь, за его выборы, за его действия, за его какие-то поступки. Вот. Может быть, даже слова, если вам угодно будет и так далее. Чтобы он, условно говоря, быстрее подрослел. Чем быстрее он подрослеет, тем, в принципе, лучше будет вам, легче будет вам и так далее. Ну, естественно, говоря о быстроте взросления, взросления, я имею в виду естественное взросление, не в коем случае, не какой-то искусственный ускоренный и так далее и так далее. Нет, я думаю, что, судя по тому, что вы рассказываете, ребенку и так досталось. Но, повторюсь, если вы не будете заботиться о себе, то все, что будет для него сделано, не будет иметь смысла. Вот. Я не думаю, что вы этого хотите. Поэтому подумайте, вот, как следует, не знаю, может быть, с ребенком вам захочется поговорить, там, ну, что-нибудь ему сказать, там, что-нибудь ему выразить. Желательно, чтобы выражали свои числа, вот, в первую очередь, в том числе. Будете что-то объяснять, да, ну, скорее всего, ребенок этого не поймет. Вот, это нормально, вот, потому что слишком такие оторванные вот реальности вещи. Дети восьми лет, понимаешь, понимают с трудом. Ну, тут нужно смотреть, насколько человек, разве, да, то есть, у всех свое развитие, у всех индивидуальное развитие, поэтому под одну ребенку грести я не хочу, я совершенно точно, вот, поэтому вы знаете, какое развитие у ребенка, да, и, соответственно, можете, исходя из этого, предположить, о чем можно ему сказать, и даже можно, но вы знаете это, там, допустим, но стесняетесь, к примеру, вот, а о чем нет? И вы знаете это, и, в принципе, что вместе, вот, в одну кучу, ну, в одну кучу как-то, как-то, вот, валять. Такие дела, на этом все, я надеюсь, что помогу вам подумать об обращении к специалисту, подумать об обращении, об обращении к психологу, мне кажется, вам это нужно будет, да, просто, вот, для себя что-то поделать, надо подумать, что можно сделать для себя, и не ставьте в главу угла учебы, этим, я видел, как этим вредили не одному ребенку, и, к сожалению, не любу. Вот, на этом все, удачи вам, спасибо, самого доброго, и успешного разрешения вашей ситуации.